В Бегтимирском районе столицы совместно с партнерами из Германии ввели в строй новые производственные мощности. Немецкая технология имеет ряд преимуществ. К примеру, электроэнергия расходуется в 3-4 раза меньше по сравнению с другими. Кроме того, предприятия по производству асфальтобетонной смеси обещают удобство, комфорт и безопасность. Сфера дорожного строительства, она демонстрирует совершенно иные подходы к работе, которые строятся на основе передовых технологий в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. За последние 5 лет в 8 раз увеличились и выделяемые для этого средства, что не только расширяет масштабы созидательных мероприятий, но и позволяет с нового ракурса взглянуть на их качество, являющееся главным показателем, обеспечивающим долгий срок эксплуатации автомобильных дорог, мостов, их удобства, комфорт и безопасность. Все это обуславливает и модернизацию предприятий по производству современного строительного материала. В настоящее время таких объектов в системе комитета по автомобильным дорогам более 100, и их число увеличивается. Так, в Бегтимирском районе столицы совместно с партнерами из Германии ввели в строй новые производственные мощности. Как отмечалось на торжественном открытии СП Папенбург-Узбекистан, визит президента нашей страны в 2019 году в Федеративную республику Германия вывел взаимовыгодные отношения между двумя государствами на новый качественный уровень, открывая широкие перспективы для дальнейшего усиления сотрудничества. Сегодня мы открываем предприятие по производству асфальтобетонной смеси. Технология, которую завезли из Германии, имеет много преимуществ. Во-первых, она расходует электроэнергию в 3-4 раза меньше по сравнению с другим оборудованием. Вводятся в строй две технологические линии. Мощность первой равна производству 240 тонн асфальта в час. При этом сырьем может служить непригодное асфальтовое покрытие, которое перерабатывается и принимает вид современного строительного материала, что позитивно сказывается и на экономии сырья. Другая линия в час производит 120 кубометров цементно-бетонной смеси. Мы благодарны президенту Шавкату Мерзиёеву за созданные благоприятные условия для такого сотрудничества. И это еще не все. Перед нами стоит задача по повышению квалификации кадров в этой сфере, передачи необходимого опыта. Реализация данного проекта открывает большие перспективы по освоению местными специалистами самых передовых технологий в сфере, которые успешно применяются в Германии. Компания Гюнтер Паппенбург – одна из крупных в мире по производству техники для дорожного строительства. Представители официальных деловых кругов Узбекистана и Германии нажатием на символическую кнопку дали старт деятельности нового СП. После чего состоялось ознакомление с производственным процессом, на организацию которого из Германии привлечено 4 миллиона евро прямых инвестиций. Благодаря установленному современному оборудованию производство полностью компьютеризировано, соответственно в росте и качество выпускаемой продукции, отвечающей международным стандартам. А спрос на нее в республике большой. В настоящее время с компанией Гюнтер Паппенбург ведется совместная работа на основе проектов, предусматривающих реконструкцию 10-километрового участка автодрассы М39 Ташкент-Термес и автодороги Пунгон-Наманган протяженностью 75 километров. Глава государства поставил перед Комитетом по автомобильным дорогам задачу, связанную с налаживанием сотрудничества с самыми развитыми странами мира. Открытие же данного совместного предприятия с одной из ведущих компаний из Германии стало практическим шагом в этом направлении. Если мы раньше старый асфальт использовали на внутренних дорогах, теперь появилась возможность повторной переработки и выпуска из него готового современного строительного материала, что позитивно отразится в целом на качестве проводимых работ в сфере дорожного строительства. Отечественные специалисты в сфере дорожного строительства будут повышать свою квалификацию в Германии, чтобы максимально быстро и полно освоить современные технологии и эффективно внедрять их в нашей стране.